Продолжение следует... 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 Сделав поворот на 180 градусов, Майкл решил поставить эту точку. Я подумал, интересно, а какие проблемы будут у меня в следующем сезоне? Он сказал мне, если у меня нет желания играть, если у меня нет рвения к этой игре, пожалуй, настала пора сказать, что я теряю свой профессионализм. Речь идет не о таланте, речь идет о моем желании. Майкл чувствовал огромную боль, принимая это решение. Но эта боль бледнела по сравнению с трагедией, которую ему пришлось пережить вскоре. Прошлой ночью мы начали нашу программу с новости об исчезновении отца Майкла Джордана. Наши худшие опасения оправдались. Отец Майкла Джордана стал жертвой убийцы. Это было ужасное время. Но мне удалось держать голову высоко, вспоминать обо всем, чему он меня учил, превращать негативные вещи в позитивные. И, да, действительно, он помог мне. Это было трудно, но я выдержал. Он был потрясен смертью отца. Но теперь Майкл знал, что обратной дороги нет. Его выбор уже сделан за него. И вскоре весь мир узнал об этом. Продолжаем программу, но вначале сенсационная новость. Чикаго Боллс объявили, что Майкл Джордан с сегодняшнего дня уходит из команды. Это самый лучший баскетболист, самый известнейший баскетболист мира, который, видимо, вешает кроссовки на гвоздь. Безусловно, Майкл Джордан был лучшим баскетболистом мира. Лучшим баскетболистом всей страны. Он решил в 39-м возрасте уйти из игры. Я потерял мотивацию. Я уже не могу ничего доказывать, как баскетболист. И поэтому я решил уйти из баскетбола. Любители баскетбола видят, как Микеланджело и их игры уходят с площадки. Они потрясены. Я никогда не думал, что я уйду из этой игры. И никогда не думал, что я вернусь. Это было потрясающее решение Майкла. Все его поклонники и друзья по всему миру чувствовали утрату, поскольку карьера у него могла продолжаться еще достаточно долго. Самое страшное для меня состоит в том, что мы хотели уйти на пенсию вместе. Я благодарю Богу за то, что мне пришлось играть с этим человеком на одной площадке. Мир потрясен уходом Джордана. В Романии государственное телевидение показало специальную передачу о нем. Израильское телевидение показало его пресс-конференцию в прямом эфире. Майкл Джордан сделал из баскетбола искусство. Если есть супер баскетболист, идеальный баскетболист, это Майкл Джордан. Когда я вижу, что он на площадке, я знаю, что он сделает что-нибудь безумное, а нам остается только смотреть с открытым ртом. Он делает вещи, которые невозможно даже представить. Я видел, как он поднимается в воздух, делает там переворот на 180 градусов, мяч у него переходит из одной руки в другую, и он едет по кольцу. Это невозможно. Если ты знаешь, что будешь играть против Майка, ты видишь, что уже проиграл, хотя игра еще не началась. Не знаю, что я буду рассказывать о нем своим детям. Моя лучшая история о нем. Пожалуй, это тот раз, когда он прыгал, играя против меня, и язык показывал публике. Сначала у него язык был в одной стороне рта, потом в другой. Я смотрел на его язык, а в это самое время он обманул меня руками. Я смотрю, вижу, что мяч находится уже совсем на другой стороне площадки. Как он это сделал, я не знаю. Не даже скажи, что ты видел, что у него есть. Я сказал Шакилу Анилу, ничего не говори, ты видишь, что случилось? Я вспоминаю один матч, никогда о нем не забуду. Мы играли в Джерси, Майкл получил мяч. Дерек Олман, Крис Дали и Крис Моррис были против него, втроем. Он знал, что это было так. Он видел их как бы с затылком. Он устроил потрясающий бросок. Такие броски бывают только раз в жизни. Когда Майкл опускается на землю, надо видеть, как он радуется. Вытянут язык, и все равно он еще в воздухе. Как можно так лететь? Он все еще висит. Я говорил себе, нет, это невозможно. Не может быть, чтобы он сделал это мне, чтобы он сделал это нам. И тем не менее, он это сделал. И потом он устроил потрясающий занос. Да, действительно, он сходит с ума, когда устраивает такие вещи. Люди рвут на себе волосы. Господи, ты не поймал, не поймал, говорят они. Я прошу тебя, Майкл, Джордан, а ну-ка, дайте мне камеру. Видишь, я на коленях. Я на коленях стою и прошу тебя, Майкл. Видишь, я на коленях, я тебя прошу. Прошу тебя, Майкл, вернись. Прошу, вернись, Майкл, прошу, прошу. Мир думал о том, каким будет баскетбол без Майкла Джордана. Майкл, в свою очередь, думал, каким будет мир без баскетбола для него. Я решил заняться вещами, которыми давно хотел заниматься, но у меня не было времени. Я начал искать приключений, я стал жить личной жизнью. Это было то, что никогда раньше мне не удавалось. Я вообще всегда хотел этого. Неожиданно Майкл решил заняться вещью, которая его интриговала с самого детства. Уберите эту усмешку с лица. Он не шутит. Майкл Джордан хочет попробовать свои силы в бейсболе. Мы с отцом часто говорили о том, что я буду делать, когда уйду. И все время как-то всплывала тема бейсбола. Я подумал, после третьего чемпионата, почему бы не попробовать? Пожалуй, это самая большая проблема для меня. А я всегда любил решать свои проблемы сам. И я все время думаю, а что бы сказал отец, если бы видел меня сейчас? Майкл действительно собрался последовать советы своего отца. Так он приехал в Бирмингем и начал новую карьеру. Теперь я езжу на автобусе в течение восьми часов из города в город. Это совсем другой опыт. Но это интересно для меня. У меня прекрасные друзья в этой команде. Мне необходима была такая дружба. Тогда от меня ничего особо не требуют и ничего не ждут взамен. Бейсбол дал мне совсем другие возможности. Я посетил те города, в которых давно не было. Мой отец всегда был со мной рядом. Я никогда не думал о том, что это произойдет. Я думал только о баскетболе. Но наблюдая за Майклом Джорданом на поле, удивленная публика думала, почему так далеко от баскетбола? Все смотрели на него. Каждый его замах, каждый его занос был достоянием публики. Если ты не достиг успеха в бейсболе, это не значит, что ты проиграл. Это значит, что есть люди, которые играют лучше, чем ты. То, что я делал об этом, было просто для меня. Был определенный успех. Я достиг вершины в баскетболе. Я хотел достичь этого же и в бейсболе. Я прошел свои прежние шаги заново. Получилось, как если бы я забыл о своей баскетбольной карьере. Я так долго был наверху, что даже забыл, что такое начинать заново. И Майкл решил начать заново. В особенности, в те дни, когда его команда играла в плей-оффе против нью-йоркской команды Нью-Йорк Ниц. Я видел эту игру, и мне казалось, по-моему, они чувствуют, что их старший брат сейчас в отлучке, а они делают все, что могут. Мне нравилось эта команда. Наконец, поражение Чикаго в серии плей-офф. Безусловно, не совпадение, то, что именно в тот момент мысли Майкла Джордана вновь обращались к баскетболу. Майкл достиг того, что хотел. Он исполнил свои обещания, данные отцу. Я сделал это как жест уважения своему отцу. Но что будет дальше, думал я. Один момент, и все стало ясно. Это был особый момент. Я чувствовал, что отец смотрит на меня сверху. Когда я реально думал о том, что он был здесь. Все, что он мне taught. Я подумал, все вещи, которыми он, которым он меня научил, все это сейчас передо мной. Я могу принять их или отказаться от них снова. И, наконец, я принял решение. Это имело терапевтический эффект на меня. Мне это было необходимо. Я думаю, что если бы не он, я бы этого никогда не сделал. Я никогда бы не вернулся в баскетбол. Или, возможно, у меня были бы большие проблемы в личной жизни. Обретя покой души, Майкл отправился в Чикаго. Заняться благотворительностью. Вот как его встречали на Чикагском стадионе, когда он вернулся. Вы будете играть в этой игре? Я не знаю, я не буду говорить об этом. Майкл сразу же увидел, что дома его все еще ждут. В первой же игре он набрал 52 очка. Эта арена видела очень много его сенсационных выступлений. Они ждали вас с распространенными объятиями. Меня не было дома достаточно долго. Я видел, что меня помнят. И я, наконец, вспомнил, что я баскетболист. И я действительно поцеловал этот пол. Мы скучаем по тебе, Майкл. Это были показательные выступления. Но Майкл еще не хотел прощаться. Я сам не знал, что происходит в моей душе. Безусловно, были люди, которые были очень талантливыми баскетболистами, с которыми мне было наслаждение играть. Но в то самое время я решение еще не принял. Прошло несколько месяцев, и я понял, может быть, действительно стоит вернуться. Странно, но как только Майкл подумал о том, чтобы вернуться в баскетбол, в новом Нью-Йоркском центральном спортивном комплексе было устроено настоящее шоу в честь его ухода из большого спорта. Это было потрясающее переживание для меня. Да, безусловно. Я знал, что меня любят, но я никогда не видел, что настолько... Приехали люди со всей Америки. Вы не подумали о том, чтобы еще один из сезонов поиграть в этих кроссовках? Хотя бы еще сезон. Мне казалось, что они забивают гвоздь в крышку моего гроба. Я подумал, а что если сообщить, что я действительно хотел бы вернуться? Нет. Он вернулся в бейсбол. Но с каждой минуты ему становилось все яснее и яснее, что эта игра не для него. Я позвонил ему и сказал, пошли позавтракать. Мы позавтракали, на нем был костюм. Он сказал, а как насчет того, чтобы немножко размяться? Мы пошли в спортивный зал, и он играл прямо в костюме. Я надел на себя кроссовки, переоделся. И мы сначала били по кольцу, а затем это состязание мало-помалу перешло в настоящую игру. Он сказал, можешь ли ты меня все еще опекать? Я сказал, конечно, могу. Ну и что? Конечно, я не смог. В это самое время оставшаяся часть NBA ввела битву за чемпионство. И, безусловно, команда Chicago Bulls теперь выглядела без Майкла совершенно по-другому. Команда из Хьюстона и молодая команда из Орландо ввели бой за чемпионство. Но вот-вот все изменится. Сегодня утром мы получили репортаж о том, что многие спортивные фанаты в это практически не верят. Майкл Джордан три раза на этой неделе тренировался с командой Chicago Bulls. Безусловно, это вызывает огромный интерес в Чикаго. Майкл, скажите, пожалуйста, вы приехали на тренировку? Да, я действительно стал тренироваться в Чикаго. Но я никогда не говорил о том, что вернусь в игру. Это просто давало мне шанс играть со своей командой, хотя бы на тренировке. Не только фанаты игры, но и сами спортсмены говорят, что он вернется. Об этом не говорит только сам Майкл. Он делает все с нами, он тренировался с нами, и, безусловно, есть серьезная возможность того, что он вернется. Это реальность, но, тем не менее, это еще не реальность. Поэтому я не хотел бы оправдывать ваши надежды. Пусть он скажет об этом сам. Мы слышали шум, который подняли средства массовой информации. Их было не 15 человек, их было 55 человек, их было 100 человек. Конечно, это была огромная рекламная кампания. Я просто хотел тренироваться, общаться с парнями, знать, что они хотят от меня. Постараться рассказать им о том, что умею я. Если хотя бы на одну игру он вернется, город сойдет с ума. Майкл, сделай мою жизнь полной, вернись. Майкл Джордан сегодня сообщил, что он возвращается в баскетбол. Завтра он будет играть за бурс против команды из Индианы. Майкл Джордан сказал, я возвращаюсь. Весь мир буквально перевернулся. Наша экономика получила 6 миллионов 100 тысяч новых рабочих мест. Майкл Джордан возвращается в баскетбол. Значит, 6 миллионов 100 тысяч и одно рабочее место. 19 марта 1995 года. Маркет Сквэр, Индианаполис, штат Индиана. Сегодня Майкл Джордан возвращается в баскетбол. Это его первая игра после длительного перерыва за командой Чикаго Бокс. Безусловно, это исторический день для всего мирового баскетбола. Я знал, что мой отец никогда бы не хотел, чтобы я играл под другим номером. Но я решил начать все сначала. Поэтому я взял себе номер 45. Я очень нервничал. Потому что я знал, что буду играть снова. Я был очень рад, что вернулся на баскетбольную площадку. Все было несколько по-другому. Я стал совершенно по-другому относиться к жизни. Я вернулся на площадку с другим человеком. Я был счастлив просто тем, что я нахожусь там. В Индианаполисе его встретили тепло. Но это было ничто по сравнению с лихорадкой, которая его возвращение вызвала в Чикаго. Он возвратился. Да, он вернулся. Во всем мире, вы не найдете другого города, который приветствовал бы Майкла так горячо, как Чикаго. Разве можно желать лучшего? Мне было очень приятно вернуться домой. Мне казалось, что я уехал очень давно. Я считал себя ребенком, который уехал из отчего дома, а теперь вернулся и видит миллион знакомых лиц. Кто этот новичок? За этим зрители и пришли. Майкл не считал, что чикагские болельщики разочарованы им. Но самый драматичный момент произошел на следующий вечер в Атланте. Осталось пять секунд. Это достаточно времени для того, чтобы Майкл забил мяч, как он умеет. Джордан бьет по кольцу. Да, он снова это сделал. Я обожаю эти моменты. Делать то, чего тебя не ждут. Самый последний момент. Это самый потрясающий в игре. И он устроил еще одно представление в следующей игре в Нью-Йорке. Это была сенсационная игра. Мэдисон Сквейр Гарден заполнил до отказа. И только по одной причине. Вернулся Майкл Джордан. Как будто бы вернулись Битлз. Майкл Джордан. Я мог прочитать каждое их движение. Они были у меня как бы на тарелке. Новый рекорд NBA в этом сезоне. 55 очков за игру. Он начал с «Индианы», а потом играл-играл и дошел до Нью-Йорка. Майкл играет только по одной причине. Он любит игру. Он любит рекламу. Он обожает проблемы, которые ставят перед ним в каждой игре. Майкл возбуждал своих поклонников во всей стране. Реклама работала на полную катушку. Он продолжал работать и на спортивной площадке, и благотворительно с больными детьми. Его жизнь была наполнена, как никогда раньше. Только не гладь меня по голове. Что бы у вас плохого не было в жизни, вспомните этот день. И вам всегда станет легче. У всех бывают плохие дни, даже у меня. Но я всегда возвращаюсь. Сезон продолжался. Майкл продолжал наслаждаться. Он вел Буллс за собой. Буллс ставили все выше и выше в финальной таблице. Пока, наконец, не настала игра с командой из «Шарлотт». Нам необходимо было выиграть эту игру. Мы знали, что эта победа отдает нам путь в финал нашей конференции. 48 очков за игру набирает Майкл Джордан. Безусловно, Майкл делает то, что от него ждут. Самое главное, конечно, выиграть чемпионат. Ради этого мы и пришли. Команда «Орландо Мэджикс». Самая лучшая команда на Востоке. Это была, безусловно, тяжелая команда для «Чикаго Буллс». Но Майкл знал, что сейчас самое время доказать, что он вернулся не зря. Однако, с самой первой игры, команда «Мэджикс» доказала, что это будет непросто. 91-90. Чикаго пока выигрывает. Остается 18,5 секунд. Речь шла о судьбе игры. Безусловно, команда «Буллс» рассчитывала на Майкла Джордана. Вот в чем жизнь гениального баскетболиста. Когда речь идет о последнем ударе, все навесят только от тебя. Бывают моменты, когда чувствуешь гордость за себя. Но бывают моменты, когда подбудешь свою команду. Произошло непоправимое. У Майкла, однако, еще будет шанс доказать, что его рано списывается с щитов. Каждый раз, когда Майкл Джордан берет мяч в руки, не знаешь, что от него ожидать. Безусловно, я хотел сделать то, чего от меня ждут. Я был очень разочарован тем, что у меня это не получилось. Я думаю, что это был, пожалуй, один из худших моментов в карьере баскетболиста Майкла Джордана. Стараясь забыть об этом разочаровании, Майкл стал вспоминать о прошлом. Он по-прежнему лучший баскетболист? Думаю, да. Он знает об этом сам. Уникальная способность Майкла играть все лучше и лучше, когда от него этого ждут. Однако, все-таки помогла ему. Когда-то Майкл проводил эти удары на два раза. Теперь у него не получается. Может быть, он не тот же самый игрок? Неожиданно, Майкл стал чувствовать, что физически он теряет присутствие духа. Он не может сделать то, что от него ждут. За шесть игр команда из Орландо выиграла у Чикаго Боуз. Майкл стал спрашивать, а вернулся ли он в нормальную спортивную форму? В игре бывает всякое. Просто, пожалуй, он стал другим человеком. Да, я стал сомневаться. Может быть, я действительно не тот баскетболист, каким я был раньше. Я не могу прибавить в игре, когда от меня этого ждут. И я был очень разочарован. Разочарован – это даже слишком мягкое слово. Я думаю, а как я буду играть в следующем сезоне? Я стал тренироваться. Тренироваться больше, чем когда я был новичком. Я сидел часами в спортивном зале. Снимая фильм в Лос-Анджелесе, для Джордана был построен специальный спортивный зал, в честь его названной. Он приходит сюда для того, чтобы играть в баскетбол, чтобы тренироваться, чтобы общаться с друзьями. Я приходил туда, затем уходил пообедать, опять приходил туда. Практически все мои дни проходили в этом комплексе. Я мог пригласить туда всех жителей Лос-Анджелеса, которые хотели бы играть в баскетбол. Да, он сам пригласил меня сюда. Я приехал по первому отзыву. Это потрясающий комплекс. И что самое интересное, он играет вместе с нами. Мне предложили в Лос-Анджелесе сделать шоу, спортивное шоу с моим участием. Я говорю, я и так устраиваю, что каждый вечер, приходите, поиграйте со мной. Я не думаю, что существуют лучшие места для того, чтобы начать заниматься баскетболом. Со временем Майкл чувствовал, что умение возвращается к нему. Это удивительная игра. С каждой игрой ты чувствуешь, что у тебя есть прекрасная возможность увеличить, прибавить. И неожиданно вещи стали приходить в нормальное состояние. Прибыв в Чикаго в 1995 году, к началу сезона, он был встречен поклонниками. Но тем не менее, очень многие испытывали вопрос, а сможем ли мы вернуть себе титул чемпиона. И даже с самого начала этого сезона, Майкл понял, что все его тренировки были не зря. Майкл продолжал подниматься в турнирной таблице, тащая за собой всю команду. Команда «Буллс» вновь стала самой горячей национально-баскетбольной ассоциацией. Конечно. Во всем был виноват Майкл. Мы выиграли конкуренцию, и лучшего восьмидуолиста в наших рядах не было. Если и существовали определенные сомнения в отношении доминирования Майкла, эти сомнения были развеяны в пух и прах, первой же игрой. Да, сегодня он похож на старого Майкла Джордана. Он великолепен. Жордан двигает. Белый. Лендерсбун и пойдет в холл для два. Буллс мейтейн посещает. Здесь Джордан. Если Майкл вернется, он сделает все от него зависящее, чтобы команда выиграла. Это я знаю. Без него мы могли бы проиграть. Кому угодно. Остается шесть минут. Майкл сказал, нет, хватит, начинаем играть. Игра была закончена. За шесть минут он набрал девятнадцать очков. Это было невероятно. Майкл вдохнул в них жизнь. Команда Чикаго Буллс одержала победы за победой. Неожиданно они понимали, что они могут не только выиграть чемпионат, но и войти в историю. Каждую ночь на арене совершенно разная атмосфера. И каждый раз приходит в сон прикидывать эту атмосферу на себя. Майкл ввел команду за собой. Чикаго Буллс раскидывали оппонентов как семечки. Мы видели, как этот человек делает невероятные вещи. Но разве увидели когда-нибудь что-то подобное? Он выигрывал все крупные игры против великолепных команд. Он играл все лучше и лучше. Джордан работает не только на себя, но и на всю команду. Двенадцать побед подряд для команды Чикаго Буллс. Пожалуй, это уже рекорд для NBA в этом сезоне. Майкл наслаждался тем, что он так успешно вернулся в историю NBA. Но один из его друзей и соперников решил последовать за ним. Сегодня миллион фэнов и поклонников баскетбола встречают этого человека. Мы с Мэджиком Джонсоном играли в течение долгих лет друг против друга. Я наслаждаюсь тем, что он вернулся. Сегодня для вас настоящее блюдо на десерт. Майкл Джордан и Мэджик Джонсон в одном матче снова. Я знаю, что переживал Мэджик, когда вернулся. Нам было весело. Я знаю, что он сказал своим, вы его не отпускайте. Можете его даже снести. Я знаю, он специально хотел, чтобы я вернулся сразу же, чтобы я был в нормальной спортивной форме. Большое ему спасибо. Большое тебе, пожалуйста. Конечно. Он все равно на 20 очков больше, чем я набрал. Первая половина сезона была пройдена. Впереди будет вторая половина. В отличие от прошлого, Майкл, однако, не позволял, чтобы давление окружающих влияло на него. Пожалуй, я стал более понимающим, менее нервным. Я теперь по-другому отношусь к игре, да и к собственной жизни. Уикенд в Сан-Антонио. Игры всех звезд. Майкл был абсолютно расслаблен и хотел просто получать удовольствие от игры. Я совершенно по-другому стал относиться к тому, чтобы получать удовольствие от этого уикенда, от себя, от своей команды. Результат мне был не важен. Речь шла просто об удовольствии. Играть с этими парнями, развлекаться с ними. Хотя я знаю, что многие из этих парней пришли сюда, чтобы поиграть со мной. Если получится, я тебе помогу, говорил я им. Но в основном, давай просто получать удовольствие. Я не хотел стоять ни сверху, ни снизу. Я просто хотел быть частью команды. С составной частью команды. Поэтому я спросил их, вы знаете, что такое игра? Мне плевать, что произойдет сегодня на площадке. Давайте устроим шоу. Давайте получать удовольствие. Есть много в моей жизни, что люди не знают. Я, например, люблю шутить. Я обожаю подшучивать с другими. И я думаю, что многие люди не понимают, какие дни моей жизни были самыми счастливыми для меня. Я обожаю получать удовольствие от игры. Но я делаю это за закрытыми дверями, поэтому об этом многие не знают. Если бы они узнали об этом, они бы лучше меня поняли. Эти игры были великолепной возможностью для меня получить удовольствие, показать мои эмоции игрокам и зрителям. Я показал. Нет, я не бог. Я рядом с вами. Я такой же, как вы. Майкл был счастлив играть в этой команде. Поклонники были счастливы еще больше. Я не знаю, что я не знаю. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...